Гимназия номер 56 отмечает юбилей. Общеобразовательному учреждению исполнилось 85 лет. По такому торжественному случаю прошел праздничный концерт. К поздравлениям присоединился и наш корреспондент. 85 лет для истории. Это всего лишь миг. А для большинства, для нескольких поколений выпускников нашей гимназии, для нескольких поколений учителей нашей гимназии, для ветеранов педагогического труда, для всех нас это очень трогательный и светлый праздник. Подвести итоги проделанной работы, поставить новые задачи и поздравить друг друга собрались в этот день учителя, ученики и гости. В актовом зале нет свободных мест. Со сцены звучат слова признательности и благодарности всему педагогическому коллективу. В прошлом году в первый раз я оказался за прошествия 6-7 лет, которого не был в этой школе, оказался в стенах и изменения видны в лучшую сторону. То есть процесс идет, школа входит в топ-100 лучших школ Подмосковья. Это очень серьезный результат, результат работы всего коллектива, за что огромное спасибо руководителю Наталье Борисовне лично вам. Обращаюсь ко всем причастным, поздравляю всех с замечательным праздником. Очень приятно, что и официальное признание получила школа, и народная молва такова, что за последнее время народная любовь возросла. Поэтому желаю процветания, развития, всему педагогическому составу удачи, 100 бальников побольше. По итогам 2022-2023 учебного года гимназия 56 вошла в топ-100 лучших образовательных организаций Московской области, где заняла 23 место. Сейчас здесь учатся полторы тысячи учеников и работает 104 педагога. Я в данной школе работаю уже 33 года, а всего у меня педагогический стаж 38 лет. Это моя любимая гимназия. Вся моя молодость, вся моя жизнь, все мои любимые ученики, все были в этих стенах. Я до сих пор продолжаю свой педагогический труд. И вообще, наша гимназия идет вперед. Для концерта ученики и учителя подготовили танцевальные и вокальные номера. Всему педагогическому коллективу вручили благодарственные письма и грамоты. Ценным подарком стал сертификат на приобретение компьютерной техники. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.